Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Очень часто я говорю, что не надо привязываться ни к каким датам, ни к каким числам и ни к какому времени. Хотите медитировать? Медитируйте в вашем пространстве, в своей Вселенной, в своей бесконечности и в безвременнии. И этому является подтверждение тема «Марты. Знаменательные даты». Отец-Абсолют читает Лора. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мне хочется отвлечься от темы построения нового общества и поговорить с вами о том, что вы называете знаменательными датами. К ним относятся любые праздники, ваши дни рождения, а также необычные дни с точки зрения природных явлений, такие как солнечные и лунные затмения, парад планет, какие-то энергетически сильные дни с точки зрения астрологов. Так какое же воздействие оказывают они на человека и как вам лучше себя вести в такие дни? Для начала нужно понять, откуда у вас появилась такая тяга к знаменательным дням. К сожалению, родные мои, это тоже определенная программа, которая закладывалась веками в подсознание человека хозяевами вашей планеты, поскольку они знали, какую силу имеют энергетические потоки, излучаемые одновременно огромным количеством людей. Именно с этой целью во все времена устраивались парады, манифестации, религиозные праздники и различные шествия, посвященные тому или иному событию. Мощные энергетические потоки, генерируемые толпой, в силу своей разновибрационности, не могут нести в себе энергии высоких вибраций, а значит являются прекрасной пищей для рептилоидов всех мастей. Кроме того, энергия толпы питает и многочисленные низковибрационные эгрегоры, к которым подключены как сами рептилоиды, так и их помощники – астральные сущности. Так, прикрываясь красивыми словами о гордости нации, памяти о погибших в войне, о любви к Богу, рептилоиды провоцируют людей на мощные выбросы нужной им энергии. И теперь, даже в эзотерическом мире, они применяют все те же самые проверенные приемы. Например, призывая людей в определенные дни, в одно и то же время проводить массовые медитации. Но существуют ли в действительности такие определенные дни? На самом деле, любой день для каждого человека особенный, поскольку предоставляет ему уникальную возможность испытать новый опыт, почувствовать вкус жизни и проявить силу духа, проверить на прочность свои духовные знания. Но эта работа всегда индивидуальная, внутренняя, не на показ. Именно в этом ее ценность. Но если вы сами почувствуете особенную энергетику того или иного дня, не игнорируйте эти ощущения, а проявите творчество и сделайте в этот день особо значимые для вас медитации по ощущению себя, земли и коллективного сознания человечества, соединив энергию, вьющуюся с небес, со своей собственной. И если интуиция вас не обманула, то вы наверняка почувствуете необыкновенную силу в своей медитации, ее особенность. Вы можете просить у своих высших аспектов подсказки в определении таких дней, но никогда не поддавайтесь стадному чувству и призывам извне, поскольку чаще всего их цель состоит в отборе человеческой энергии далеко не для благих дел. Выходите из трехмерной матрицы, родные мои, избавляйтесь от стереотипов, слушайте только себя, только свою душу. Не растрачивайте в пустую свою драгоценную божественную энергию. Любящий вас безмерно, Отец-Абсолют, говорил с вами, приняло Марта. Вы прослушали тему «Знаменательные даты». Маленькое дополнение. Сейчас очень много поднимается из глубин вашего подсознания. Для чего? Для проработки, чтобы вы, наконец, обратили на это свое внимание. Да, оно может быть негативным, каким угодно. Его не надо бояться. Развернитесь навстречу этому негативному аспекту. Примите и осветлите его. И вы почувствуете, что каждый ваш день становится новым. Практически можно смело сказать, что у вас день рождения каждый день. Потому что вы настолько быстро освобождаетесь от старых стереотипов. Настолько быстро входите в эту новую жизнь, что можно неустанно благодарить все сущее за свой эволюционный рост.